Мы всех запустили. Поставьте, пожалуйста, в чат плюсики, что меня видно и слышно. Спасибо большое. Рада всех приветствовать на втором дне нашей диджитал-конференции «Визуализация данных». У нас был плодотворный вчерашний вечер, на котором выступали три спикера. И сегодня с нами тоже три спикера и два таких объемных, насыщенных выступления. И перед тем, как передать слово первому спикеру, несколько слов о том, где вы оказались. А, и поставьте, пожалуйста, в чат циферку 1, если вы у нас первый раз, 2, если были пару раз, и 8, если с нами постоянно. Это маленькая традиция, помогает нам отслеживать, сколько у нас новеньких. Да, вижу цифры, спасибо. И вы можете писать также, из какой вы компании, чем занимаетесь и какая у вас должность. Мы за то, чтобы люди в нашем сообществе знакомились друг с другом. Сибур Диджитал Комьюнити – это сообщество для обмена опытом, идеями по цифровизации в промышленности в Сибур и за ее пределами в других крупных индустриальных компаниях. И на наших площадках проводятся различные мероприятия. Это классические доклады, митапы, воркшопы, круглые столы, мастер-майнды, дискуссии, интервью, конференция. И более легкие форматы, такие как ток-шоу, анбординг-звонки, куларные звонки. И сейчас мы начали проводить офлайн-метапы. Следите за анонсами на наших площадках. И вот наша команда. Павлу Доронину вы можете писать по вопросам организации хэкатонов и создания сообществ для вашей компании. Александре Пальяновой по вопросам участия в качестве спикера и давать любую обратную связь по ивентам и темам, а также предлагать идеи по развитию. И вы можете писать мне любые вопросы, любой фидбэк и обратную связь. И также предложение по коллаборации. И у нас есть несколько правил. Мы про цифровизацию в промышленности и индустриальных компаниях. Мы общаемся уважительно и неформально. Мы не обсуждаем религию и политику. Каждый может активно участвовать и предлагать инициативы. Вы можете как слушать наши мероприятия, так и активно участвовать, писать нам, выходить к нам с идеями. И мы просто поможем вам их реализовать и воплотить в жизнь. Мы смело делимся прикладным и живым опытом. И главный критерий – это полезность для участников сообщества, чтобы ваш опыт наши участники могли применить где-то у себя. И в нашем сообществе уже более 1500 участников, более 400 компаний. На этом слайде не все. И у вас есть уникальная возможность через наши площадки связаться с людьми из всех этих компаний, найти, попробовать их найти. И я думаю, что с большой вероятностью это получится сделать. И вот как раз две наши основных площадки. Если вы смотрите в записи, смело ставьте на паузу, сканируйте QR-код, и вы перейдете к нам в канал. В канале мы анонсируем наши мероприятия будущие и также выкладываем записи предыдущих. Также доскидываем полезные материалы, артефакты и проводим опросы. И у нас есть также чат, как отдельная сущность. В чат вы можете попасть по закрепленному сообщению в канале. Там можно обсуждать различные вопросы, связанные с цифровизацией. И не только. Заходите. И наконец-то передаю слово нашему первому спикеру, который выходит сегодня с темой построения комьюнити-биоаналитиков в примере Яндекса. Роман, добрый день. Коллеги, всем привет. Да, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь и почему именно с этой темой сегодня выходите. Ну, я реклажу группу развития BI-систем в Яндекс.Коу. И сегодня расскажу вам о том, как мы строим у себя систему отчетности и как мы строим вокруг него комьюнити-биоаналитиков. Почему решил про это рассказать? Мне кажется, это интересный опыт, такое развитие некой кросс-функции внутри компании. Ну, и мне кажется, будет полезным тем, кто занимается именно визуализацией BI. Здорово. Так, транслируйте экран. Сейчас запущу. Окей, коллеги, еще раз привет. Сегодня действительно расскажу вам про построение BI-комьюнити на примере Яндекс.Коу и еще расскажу немножко про нашу инструменты. Я, как уже сказал, действительно руковожу группу развития BI-систем в Яндекс.Коу, еще веду канал и блог Read the Data. Ну, и вот вы сегодня увидитесь, я люблю пиксельные картинки и пиксельных супергероев. Их будет много в презентации. Но кроме них еще сегодня будет... Расскажу про инструменты визуализации, которые мы используем в компании. Мне кажется, такая интересная сейчас область, чтобы все понимали, какой у кого стек технологий. А потом расскажу, как у нас построена команда, какие процессы у нас есть. И расскажу конкретно про развитие BI-комьюнити, как мы его развивали, чем занимались и каким результатом это привело. Мне будет удобно, если вы вопросы задаете в конце, поэтому вы можете их писать. Но пройдусь по ним и отвечу уже в конце выступления. Поехали. В общем-то, в любой компании очень часто от аналитики, вообще от визуализации данных, есть какие-то ожидания, что аналитик – это человек, который занимается в основном машин-ленингом, форкастом, какими-то сложными моделями и так далее. Но на практике так происходит, что часто в реальности аналитика сводится к довольно простым, относительно простым вещам – дашбордам, SQL-кам и операционке, которые позволяют бизнесу идти. И почему-то часто вот этой части такой операционной бизнеса удивляется чуть меньше, наверное, внимания, потому что она, наверное, не такая секси с точки зрения какого-то пиара, который сейчас происходит внутри аналитического комьюнити. Но на самом деле, на мой взгляд, вот эта часть с операционкой, дашбордами, она тоже очень важна для компании, и ее часто недооценивают, потому что это некий, ну, реально управление как самолетом компании через дашборды происходит именно с помощью этого дашборда в компании, ну, реально управляется на операционном уровне каждый день. Мы все для такого операционного управления используем довольно много разных инструментов. Сейчас покажу, какие мы используем и объясню, в чем у них разница. В целом, надо сказать, что вот опять же, такой вроде бы узкой задачей операционной аналитики существует довольно много разных инструментов. И мы, например, под разные задачи используем разные инструменты, которые решают вот эти задачи лучшим способом. Мы выделяем пять классов за таких задач. У нас есть задачи real-time аналитики, когда нам нужно следить за чем-то на промежутках секундах и минут. Здесь мы используем Яндекс.Мониторинг и графану. Это те операции, когда нам важно действительно воздействовать на ситуацию в текущем моменте, то есть не просто смотреть на красивый график, но реально, если что-то происходит, что-то, какое-то действие принимать. Чаще всего это какие-то технические мониторинги, но иногда они не только мониторят, не знаю, там состояние серверов, но еще и мониторят состояние каких-то операционных бизнес-процессов, когда мы можем действительно что-то поменять буквально на лету. Еще у нас есть отдельная интересная очень задачка, которая связана со спецификой нашего бизнеса. Это real-time геоаналитика. Здесь мы уже не отслеживаем, конечно, какую-то аналитику в секундах. Это скорее что-то типа минут. Но так как здесь есть приставка гео, то делать это довольно сложно даже на разрезе минут. У нас для этого есть специально самописанный тул. Он называется Atlas. Дело в том, что найти какой-то биоинструмент, который хорошо закрывает эту задачу в real-time мы не смогли. И в целом на рынке почти что нету. И поэтому пришлось сделать свой. Следующая задача, которая у нас есть, это self-service для бизнеса и какие-то массовые роли. Это могут быть, например, руководители групп поддержки, руководители каких-то складских помещений, руководители, не знаю, например, опять же, лавок и так далее. Когда у нас есть задача либо дать бизнесу простой инструмент для аналитики, либо дать им большое количество таких отчетов, для этого мы используем инструмент Яндекс.Таленс. Это индексовая бяйка. И здесь чаще всего у нас идет срез отслеживания часы, дни и недели. Когда мы уже от такой больше операционной аналитики переходим к управленческой и аналитической отчетности, то здесь увеличивается чаще всего и срез по времени. И в данном случае мы используем табло. Я здесь сразу делаю поправку, что рассказываю вам относительно нашего текущего состояния чуть-чуть уже прошлой версии. Сейчас, конечно, мы используем не табло, а тоже даталенс. В конце про это чуть-чуть расскажу. Но чтобы у вас был просто такой, скажем, больший срез, который я говорю, это все-таки чуть, по-моему, условно говоря, три месяца назад. Ну и помимо такой управленческой и аналитической отчетности, у нас есть регулярная финансовая отчетность. Здесь уже чаще всего временные вещи сменяются месяцами и кварталами. И мы здесь используем никакой магии Lab, Excel и другие инструменты. Давайте покажу примерчики, чтобы было интересно просто взглядом вам посмотреть на эти инструменты. Мы не будем сейчас вникать в бизнесовую суть отчетов, просто вам визуально взглянуть, как это примерно выглядит. Real-time аналитика. Чаще всего это просто тайм-серии с каким-то довольно удобным интерфейсом для регулировки временного промежутка и с какими-то алертами. Вот, например, студент Яндекс.Мониторинг. Это одно из инструментов экосистемы Яндекс.Облака, который позволяет настраивать такие технические мониторинги и делать какие-то вещи про вычисляемые метрики. У нас такие вещи чаще всего висят на мониторах в офисе, чтобы люди могли видеть, как что происходит, и, в общем-то, реагировали сразу на... если что-то прошло не так. В основном это технические мониторинги, но кроме технических мониторингов еще используются и для бизнес-мониторингов. Например, в Яндекс.Идея используется такой мониторинг для отслеживания количества заказов и сравнения их с предыдущим днем или неделей, смотря какая настройка выбрана. Здесь интересно, что есть корреляция с погодой. То есть мы можем увидеть, насколько погода влияет на доставку. Вы, наверное, тоже догадываетесь, что чем более дурацкая погода на улице, тем, к сожалению, нашим курьерам приходится больше работать, потому что никто не хочет никуда идти. Поэтому здесь есть прямая корреляция, и вот такие мониторинговые панели выводятся на стену, тоже, опять же, чтобы видеть текущую ситуацию. То есть если мы видим, что у нас, не знаю, пошел дождик, мы можем сделать какой-то оффер и пригласить еще к нам курьеров, которые работают. Это про реал-тайм аналитику. Когда же нам нужно анализировать реал-тайм аналитику, но на уровне гео, я говорил, что у нас есть свой инструмент, потому что это довольно нетривиальная задача так делать. Наш инструмент классный тем, что он умеет рассчитывать эти метрики на любой грануляции карты. То есть мы можем нарезать нашу карту на так называемые геозоны, геохэши, и внутри каждого геохэша можем вычислять любую метрику по нашей базе данных. То есть накликав какое-то, например, произвольное количество геохэшей на карте интерактивно, мы можем слева увидеть график, который получается прямо во времени до минут. Это суперклассный функционал и помогает нам, например, отслеживать какие-то пиковые точки, как-то в таком пресайзле менять какие-то вещи и так далее. Либо еще очень классно делать какие-то эксперименты и понимать, как люди пользуются сервисом, потому что геоаналитика часто завязана на какие-то смысловые понятия, аэропорты, торговые центры и так далее. Здесь нужно иметь возможность выбрать какие-то эти вещи и посмотреть, как у нас развиваются какие-то метрики внутри именно этих геоточек. Также тут геоаналитик интересный тем, что она может показывать нам не только именно хэши в какие-то области, но еще может показывать и конкретные индивидуальные объекты. То есть, например, наших курьеров либо такси, которые ездят. И тоже можно видеть, например, какие курьеры сейчас заняты, а какие свободны, чтобы понимать общую обстановку и где они находятся. Опять же, это все происходит реально в реал-тайме. Это нетривиальная совершенно техническая задача и очень классно, что есть такой инструмент, который позволяет это делать. Когда мы переходим уже от такой реал-таймовской аналитики до аналитики на уровне сесс-сервиса и бизнеса, мы используем DataLens, просто примеры, опять же, каких-то дешбордов. Тут такой довольно тоже операционный дешборд показывает, как у нас распределяется загрузка в течение дня. Либо какие-то такие дешборды тоже, которые сотрудники используют как конструктор какой-то, где они могут что-то выбрать. При этом зачастую наши дешборды даже немножко выполняют какие-то роли CRM, каких-то роли, скорее, инструментов для, ну, опять же, действительно CRM-систем, когда необходимо не только посмотреть какую-то аналитику, ну, и выбрать какие-то конкретные блюда, как вот здесь на данном дешборде, и сделать какую-то там выгрузку либо перенести какие-то другие системы и так далее. Вот для этого их подходит нам DataLens. Дальше переходим в следующий слой отчетности. У нас идет аналитическая управленческая отчетность. Чем более, как бы, такая сложная задача, тем более нам нужно готовить инструмент, заточенный под эти задачи. И, например, там гибкость Tableau позволяет нам делать такие инструменты, которые очень круто решают именно быстро и классно решают конкретную задачу. Вот здесь, например, эта задача тоже некого мониторинга. По сути, она такая дневная уже в течение дня. Но за счет того, что мы не можем часть функционалов реализовать, которые у нас есть в DataLens, например, при выборе какого-то конкретного региона можно провалиться уже дальше до конкретных часов. Конкретно не только мониторинга. Опять же, если мы предпочитаем использовать часто его, когда нам нужно сделать что-то эдхочное, единоразовое какое-то, провести исследование. Например, я вот говорил вам, что у нас есть гео-тул отдельный для реал-тайм исследований, но занести туда что-то кастомное было бы почти невозможно. Ну, как возможно, но заняло бы очень много времени по разработке. Поэтому, когда нам нужна какая-то гибкая аналитика, сделать ее единоразово, даже если это кео-аналитика, например, подходит табло в данных случаях. Ну, или когда сделаем, хотим, какие-то очень сложные визуализации, типа вот такого санкея распределения тикетов, которые к нам пришли. Ну, и также, опять же, когда нужна какая-то супер управленческая четность формата, очень большой дашборд для всех топ-менеджеров, то тоже здесь нужна гибкость в оформлении, поэтому мы здесь используем табло. В общем, к чему и это все. Хотел показать вам просто примеры и сказать, что разные инструменты решают разные задачи. Это наш довольно капитанский вывод, но очень часто люди вместо того, чтобы использовать разные инструменты, пытаются запихнуть невпихуемый в какой-то инструмент. И это прям очень плохо работает, поэтому не страшно, если у вас будет несколько инструментов визуализации, но нужно обязательно понимать их степень применения, их разграничивать и использовать каждый в каждом нужном случае. А, да, последний, забыл еще инструмент, это, конечно, же Excel. Не знаю, видели вот этот мемчик или нет, что вся отчетность и вообще вся инструктура всегда строится внизу на Excel. Мы тоже в каком-то смысле в этом не исключение. И, например, для ролей, которые привыкли к работе с Excel, это финансисты, например, это регуляционная отчетность, мы не чуряемся, так скажем, использовать Excel и тоже его используем. И, в общем, так скажем, ничего в этом нет такого страшного, признаваться, что у вас тоже есть какая-то отчетность в Excel. Вообще говоря, вот наличие такого довольно большого количества отчетности мы считаем, правда, конкурентным преимуществом. И чем много хорошей отчетности, это конкурентное преимущество. Это то конкурентное преимущество, которое, правда, позволяет бизнесу развиваться и быстро расти. Но чем больше отчетности, тем сложнее в ней управлять. Когда отчетность становится слишком-слишком много, то эта отчетность настолько заполоняет бизнес, что разобраться, что где происходит, очень сложно. То есть мы не можем найти нужные метрики. Метрики считаются в разных местах по-разному и так далее. Я думаю, вы с этим в каком-то сородине, может быть, все сталкивались. И в этом смысле, вот чем больше у вас инструментов визуализации, тем еще сложнее ваша задача, потому что вам приходится в этом случае еще больше, ну, еще большим количеством сущностей управлять. Поэтому мы у себя управляем нашей биосистемой как продуктом. И мы считаем, что наша биосистема – это такой маркетплейс. То есть, по сути, у нас есть аналитики, которые производят какой-то контент, отчеты, дашборды и так далее. Есть пользователи, которые этот контент используют для принятия решений. И это очень интересный концепт, который нам позволяет, по сути, накидывать почти все те же самые метрики, которые есть у нас для других маркетплейсов. То есть мы можем сказать, что у нас есть производители контента, пользователи, и относиться к этому абсолютно так же. А мы у себя… Вот этот подход продуктовый заключается в том, что у нас есть метрики для биосистемы, и у нас есть цель ее развития. Здесь показан overview dashboard по нашей системе отчетности. Я сейчас не буду подробно обпускаться во все метрики. Отдельно приложу статью про метрики биосистем. Ну, просто хочу рассказать, например, об одной из наших самых главных метрик. Когда мы думали о том, как нам померить качество работы биосистемы, мы не нашли, так скажем, такую прямую метрику. Понятно, что прямая метрика была бы, например, количество принятых бизнес-решений или количество денег, которые принесла нам биосистема за счет правильно принятых бизнес-решений. Но померить такое, к сожалению, невозможно. И мы у себя задали систему формата… Мы верим, что есть хорошие отчеты и не очень хорошие отчеты. А хорошие отчеты – это те отчеты, которые соответствуют нашим критериям качества. И вот здесь у нас просто дальше вера, что чем больше будет отчетов, которые соответствуют критериям качества, тем больше они будут приносить пользу бизнесу. И поэтому мы измеряем такую метрику, как процент просмотров, которые приходятся на сертифицированную отчетность. То есть сколько у нас просмотров приходится на хорошую отчетность. У нас есть критерии сертификации, есть процесс сертификации. И вот можно посмотреть, что там на какой-то период у нас составляла цифра 60%. Сейчас она уже была сильно больше. Но в целом мы достигли цели. У нас была идея достигнуть цели 80%, чтобы у нас была хорошая отчетность, которая именно не вся, потому что все, опять же, невозможно привести к такому состоянию. Но 80% отчетности, чтобы приходилось именно на такую отчетность сертифицированную. Ну и помимо этого KPI мы еще смотрим скорость загрузки и всякие вспомогательные вещи, которые тоже важно отслеживать, потому что за одной метрикой невозможно следить. В общем, давайте немножко сейчас еще тоже расскажу, как мы работаем с точки зрения команды и процессов. Показал вам, как мы относимся к нашей биосистеме. Теперь давайте я расскажу вам, как там появляется контент и какие роли есть в этой системе. Как уже говорил, у нас есть marketplace, аналитики, пользователи. Для того, чтобы у пользователей появился конечный контент в виде дэшборда, аналитику нужно зайти в базу данных, создать какие-то таблички, потом написать какие-то скрипты на питоне и потом уже разработать дэшборд, который посмотрит пользователь. Наши аналитики супермены. То есть они, правда, умеют очень много всего, и я, наверное, столько всего не умею. Но все равно невозможно делать все одинаково хорошо, потому что каждый из этих отдельных блоков, этапов процесса, он на самом деле довольно сложный. Поэтому у нас для аналитиков есть команды-помощники. Это команды инфраструктурные, которые помогают на каждом этапе создания дэшбордов аналитику. У нас есть команда Data Manager Plattform, которая помогает работать с данными, делать инструменты. У нас есть команда Tools and Business Models, которая делает всякие модельки и библиотеки. И есть наша команда, это группа развития биосистем, ну, или BI Excellence. Задача нашей команды заключается в том, что мы являемся таким центром экспертизы по визуализации данных и дэшбордам. Мы создаем дэшборды, гайдлайны, и стайл-гайды. Мы обучаем, поддерживаем пользователей и разработчиков. Мы наводим порядок на сервере, следим, чтобы как раз не было вот этого переполнения дэшбордами нашего сервера. И мы делаем самые большие отчеты. То есть у нас есть задача делать те отчеты, которыми пользуется вся компания. Это внутри нашей команды, такой централизованный репортинг, но для очень небольшого количества отчетов. Большую часть все-таки мы сами не делаем, мы только помогаем нашим коллегам. И мы вот в таком формате жили где-то полтора года в компании и поняли, что это в целом работает. Мы действительно сильно улучшили качество. Но так как компания реально большая, ну то есть правда на тот момент было 150 плюс аналитиков, это отдельный большой мир, то у нас просто не доходили руки до всех подразделений, чтобы всем помочь и всем сделать классно. Что мы решили сделать? Как бы мы решили в каком-то смысле себя размножить. Мы решили ввести новую роль для компании. Вообще говоря, это довольно часто есть подразделения в компаниях, но в Яндексе такого никогда не было. И мы ввели новую роль, которую назвали биоаналитики. Эти ребята отличались от обычных аналитиков данных тем, что они в основном концентрировались только на подготовке данных и на разработке дэшборда. То есть в их область компетенций меньше входила работа с питоном, с моделями, с ML и так далее. Дальше эти ребята располагались в каждых аналитических командах. У нас в целом аналитические команды привязаны к направлениям бизнеса, и обычное направление бизнеса есть от 5 до 7 аналитиков, которые его поддерживают. И в такую каждую команду мы решили подселить биоаналитика, который бы отвечал за как раз отчетность внутри этого подразделения. То есть этот человек, у него нет задачи, например, делать всю отчетность за команду, но он является таким центром экспертизы уже внутри команды по отчетности. И он делает самую главную отчетность этого подразделения, общается с пользователем, следит за порядком и так далее. Другие аналитики тоже могут делать дэшборды, но просто они часть отдают дэшбордов, а часть приходит советоваться помогать. Таким образом у нас получилась матричная структура. То есть биоаналитики подчиняются напрямую тимлиду аналитической команды, а есть еще взаимодействие с нами, и мы этих биоаналитиков, как сказать, контролируем по качеству работы и помогаем им выполнять их работу хорошо. У нас сейчас в команде, это построено примерно таким образом, есть, ну, то есть опять получилось так, что количество биоаналитиков почти что можно нормировать. У меня сейчас в голове это работает примерно таким образом, что как раз на каждые 5-7 аналитиков данных нужен такой-то один биоаналитик. И у нас эта пропорция более-менее под разным подразделением Яндекс.Го, она сохраняется. То есть от 5 до 10 аналитиков приводит к одному биоаналитику. И это работает, то есть в таких командах, где мы это внедрили, прям был очень сильный положительный отзыв от команд. Причем даже самое интересное, что были команды, которые очень сопротивлялись этому и говорили, что нам такой человек не нужен, зачем я буду страдать ставку на дожбордиста, когда могу нанять человека, который будет делать все. Но со временем даже эти ребята сказали, что на самом деле это очень классная идея. То есть у нас есть эти ребята биоаналитики, и есть наша команда так называемая. Это в основном несколько, ну, три BI-разработчика, которые, в общем-то, делают самую главную отчетность, плюс я, как человек, который там проводит обучение, разработки и стандарты, ребята тоже этим занимаются. И еще у нас в команде была инфраструктурная часть, это project manager и инженер-программист по разработке всяких Python улучшений и контроля сервера, кто тоже помогал нам это все делать. В общем, кажется, что если у вас, знаете, тут тоже был такой момент вопрос, сколько людей нужно, которыми заливаются результаты данных компаний. Вот мое мнение, что если у вас в компании появляется 30-50 аналитиков, то, скорее всего, вам нужен уже какой-то центр экспертизы по визуализации данных, такой core команды хотя бы из одного человека, кто будет 100% времени заниматься какой-то такой простительской деятельностью про визуализацию. И на каждые 5-10 аналитиков данных вам тоже нужен BI-аналитик, который будет заниматься только отчетностью. В такой конфигурации это кажется балансированной системой. И еще интересно, что можно сюда же привязывать к этим числам на самом деле и даты инженеров, и примерно таких же ratio, каких-то поднимать, когда вам кто будет нужен при найме. Мы назвали наших биоаналитиков биогубернаторами, и они стали нашими, опять же, такими руками правосудия по дэшбордам внутри команд аналитических. Эти ребята, они супермены, которые занимаются только отчетностью, и у них есть и плюшки обязанности. Мы помогаем этим ребятам, сейчас расскажу, чем и как, но еще у них есть ряд обязанностей, которые они должны делать. Интересно, что, по сути, мы таким образом создали BI-комьюнити не столько, как именно развивать комьюнити, сколько мы реально таких людей просто наняли. И где-то наняли, а где-то кто-то захотел из некоторых аналитических команд, ребята некоторые захотели превратиться в такого аналитика. Вот, то есть у нас получилась где-то конвертация аналитиков биоаналитика, где-то мы просто людей наняли и создали такое комьюнити. Давайте посмотрим как раз о том, как мы им помогаем, какие у них обязанности есть. Как мы помогаем, как мы вот этот комьюнити, который у нас получилось, мы как его развиваем. У нас есть шесть направлений из этого действия, и сейчас по каждому из них пройдемся и покажу подробнее. Первая штука, которую мы делаем все вместе, это просто встречаемся как некий книжный клуб. Мы назвали это книжным клубом, и мы раз в две недели собираемся всеми биоаналитиками всех подразделений и рассказываем, что у нас интересного произошло. Во-первых, там есть рубрика «Губернские новости». Ребята делятся с какими-то интересными дашбордами, которые они сделали, просто их показывают и так далее. Это очень классно работает. Я изначально недооценил эту механику. Мне казалось, что ну, можно и так пойти посмотреть, что другие делают. У нас, в общем, с доступом нет какой-то прям такой проблемы. Но вот во время именно этих показов очень, ну, люди вверх приносят интересные примеры, и, во-вторых, возникает такое живое обсуждение, и часто люди восклицают в формате что-то «О, классно, я хочу так же у себя сделать». Поэтому это прям штука, которая, мне кажется, классно работает. Если у вас есть какие-то люди, кто занимается в разных подразделениях одной должностью, просто их запирайте на раз в две недели вместе и просите рассказать, что они делали. Еще мы делаем какие-то рассказы о новинках инфраструктуры, из мини-стандартах. То есть для нашей core-команды это как раз место, где мы можем просветить людей и рассказать о наших каких-то изменениях. И есть еще часть, где мы просто какие-то рассказываем про читанных книжках, каких-то курсах, которые кто-то приходил, или вот, например, любим просматривать какие-то конференции и потом делать короткие выжимки. То есть прям ребята распределяют между собой какую-нибудь прошедшую конференцию, потому что в конференции обычно куча видосиков, их все не посмотришь. Каждый смотрит его и делает summary формата заметки на одном слайде. И таким образом получается, что мы как бы виртуально посмотрели конференцию довольно быстро всей командой. Ну, бывает, прям в лайве что-то смотрим, просто включаем видео и вместе смотрим и обсуждаем. Забавный факт, прямо сейчас во время этого выступления как раз проходит такая встреча. Я вот сегодня не смог к ней попасть, но вместо этого вам, скажем, очень полезненько. Второй пункт, который у нас происходит, чем мы занимаемся, это у нас есть с каждым таким биоаналитиком есть этот встреч и менторинг. Мы встречаемся с ребятами и мы являемся, по сути, такими арт-директорами для этих ребят. Как это происходит? Мы просматриваем те работы, которые сделали коллеги и говорим, как их можно улучшить. То есть это какой-то некий контроль качества, прям такой, причем довольно с пинцетом. Также мы помогаем принять какие-то решения, просто технические вещи решить. Часто ребята спрашивают что-то насчет инструмента, вот не могу посчитать так или там медленно работает, и мы можем подсказать что-то, как это исправить. И также на этих встречах мы обсуждаем статусы и планы по развитию и стандартам. Вот давайте про эти планы развития, собственно, сейчас с вами и поговорим. И про развитие, как развивать наших данных типов. Помимо таких тет-а-тет-встреч, мы еще делаем и групповые обучения, у нас есть разные курсы, мы называем это школой био-джедаев, и мы проводим раз в какие-то периоды эти обучения. Плюс очень интересный формат для себя открыли, мы проводим так называемые мастер-классы. То есть раньше мы делали большие учебные программы, и это работало довольно эффективно, но приходилось там большую учебную программу на 20-30 академических часов. это сложно, это отрывает от работы, и поэтому мы придумали такой формат мастер-классов, где мы за 4 часа разбираем какую-то очень короткую теорию, и потом еще много практикуемости. То есть, не знаю, 2 часа теории, 2 часа практики, и прям на ней какую-то небольшую тему, не знаю, там, верстка даже борта, или там, как оформить график, как работать с какими-то сложными функциями. Этот формат очень классно зашел. Помимо такого обучения, мы еще составляем и обсуждаем с ребятами, с каждым из них, какие-то их планы развития, и работаем в рамке матриц-копетенции. Матриц-копетенции, я тоже вам дам ссылочку в конце, она есть, она доступна в общем доступе, и по ней можно проходиться и смотреть свой уровень знания, оценки себя, как биоаналитика. На данный момент она создана на базе инструмента Tableau, но в целом, кроме если вот этот навык вычеркнуть, то можно по любым другим пройтись. Здесь эта матрица, она служит как self-assessment, то бишь оценка самого себя, и ты просто проходишь ее как некий тест. Здесь выделены 6 навыков, вот они все есть, на мой взгляд, это 6 навыков, которые составляют такие самые главные компетенции биоаналитика. Внутри каждого блока есть под вопросы. При этом это не вопросы формата там, ты знаешь и не знаешь. Это формата оцени себя по шкале от единички до четырех. При этом есть какие-то справочные информации, как, как бы, справочная информация, что примерно соответствует каждому уровню. Но это не, то есть это не точное соответствие, это все может плавать, если, наверное, человек что-то там про это не знает, просто оцени себя от одного до четырех. Так как пунктов довольно много, я уж не помню, сколько их там, ну, что-то, по-моему, больше 70 вопросов, то в среднем это дает довольно неплохую картину. Вот я давал эту матрицу с компетенцией всем нашим аналитикам, и мои внутренние ощущения от ребят полностью складаются с тем, что происходит здесь, поэтому, на мой взгляд, она довольно неплохо работает, даже в таком режиме не экзамена, а в режиме просто проверь себя. Дальше мы эти матрицы с компетенцией собираем в общую табличку и видим, как у кого что развито. То есть у нас есть возможность посмотреть срез по ребятам, и все понимают, у кого что проседает, кому что стоит потянуть и так далее. Это довольно тоже мотивирующая история. Помимо этого, для каждого из ребят как раз на встречах мы составляем какой-то план развития. План развития обычно состоит такой тоже не очень хардовый и жесткий, а просто прочитать какую-то книжку и рассказать потом об этой книжке на книжном клубе и либо там что-то еще сделать. Но здесь обязательно важно, чтобы была какая-то практика. То есть теория и полетит, например, показать дэшборды, которые ты сделал, найти какие-то ошибки в чужих дэшбордах и так далее. Вот этот инструмент очень классно сработал. Кажется, что его можно переиспользовать и просто, если у вас какой-то другой биоинструмент, просто подменять на те вопросы, которые связаны именно с биоинструментом. Окей, у нас с вами есть инструменты развития наших биоиналитиков. Вопрос, как же их дальше контролировать. То есть классно мы всех все обучили, а как сделать, чтобы ребята дальше, ну как понять, работает вообще или нет. Для того, чтобы это проверять, у нас прямо у биоиналитиков есть KPI в соответствии их папок. Папка – это направление бизнеса, в которое они отвечают, чтобы там все было тип-топ. Вот у нас пример какой-то папки. Точный дэшборд похож на то, что я вам показывал вначале, но он здесь уже сконцентрирован на конкретной папке. И здесь есть уже дальше разбиение по конкретным книгам и по конкретным пользователям. Например, биоиналитик, который сюда пришел, он может увидеть, что у него вот синенькие сертифицированные отчеты почти все. Хорошо, большой процент. Но есть какой-то третий отчет по просмотрам, то есть довольно популярный, который почему-то не сертифицирован. Возможно, надо пойти и пройти его процесс сертификации. Или есть какой-то отчет, который тоже довольно популярный, но вошел в красную зону по времени загрузки. Возможно, нужно пойти оптимизировать его, чтобы он работал быстрее. Ну и, собственно, у ребят получается прям довольно наглядное сравнение между собой. Вот, например, другой какой-то папки, в которой все не так классно, и, опять же, понятно сразу с чем работать. То есть мы проверяем это с помощью KPI, и, мне кажется, довольно интересный подход. Естественно, это KPI не является таким как стопроцентным мерилом, насколько хорошо работал человек. Но это одна из тех компонентов, который позволяет оценить его работу во время перформанс-ревью. Также у нас для этих папок есть проверка не только индивидуальных отчетов, но еще и проверка прям всего, всей папки, всего направления бизнеса. Мне кажется, это тоже получился довольно интересный инструмент. То есть он служит тому, чтобы папка, условно говоря, не закисала. То есть когда мы с вами говорим про сертификацию отдельного отчета, ну, у нас пока, например, нет возможности перепроверять каждый отчет, там, я не знаю, каждые три месяца. Это было бы убийство. А отчеты все-таки тоже развиваются. То есть нельзя сказать, что если отчет был один раз сертифицирован, то он потом так всю жизнь живет классно. Может, там все уже испортилось, данные не собираются и так далее. Поэтому для того, чтобы отлавливать такие вещи, у нас есть еще отдельный именно момент чек-лист проверки всей папки. И вот мы его проводим именно регулярно, чтобы люди проходились по всей папке. Для этого чек-листа есть тоже специальный отчетик. Он позволяет именно выбрать свою папку и, по сути, ответить на вопросы, которые связаны с этим чек-листом. Есть ли у нас отчеты, которые смотрят мало людей? Вот у нас, видите, красненьким подсвечиваются те отчеты, которые смотрят всего два человека. Возможно, этот отчет вообще нужно удалить или там, не знаю, схлопнуть их и так далее. Или тут сразу видно, какие отчеты медленно грузятся и так далее. То есть, по сути, есть такое визуальное представление этого чек-листа, и человек как раз во время прохождения этого чек-листа, он должен закрыть все эти проблемы. Здесь будет сам чек-лист, он будет презентации. И, в общем, не буду его сейчас зачитывать. Если просто вам нужно будет применить что-нибудь подобное, можете потом запереиспользовать. Окей, мы с вами поговорили про уровень, так скажем, одного бизнес-юнита, одной компании. Но мы у себя поняли, что Яндекс настолько большой, но он реально огромный, что на самом деле существует не только наша вселенная, которая у нас есть, наши биоинные, а еще существует много других бизнес-юнитов, в которых есть абсолютно такие же процессы. И есть абсолютно такие же команды, как и наши, которые занимаются очень похожими вещами. Это навело нас на мысль о том, что стоит вообще переиспользовать лучшие практики. Поэтому мы собрали, нашли всех людей, которые этим занимаются, разбили нашу вот эту биосистему на какие-то компоненты. То есть, что у кого... Ну, здесь они представлены, но условно, у кого какие элементы этой системы развиты хорошо, что у кого есть и так далее. Как у кого построены стайл-гайды, как у кого построены системы доступов, какие есть словари метрик и так далее. Дальше мы с этими тимбридами BI-команд составили такую матрицу. В ней проголосовали... Да, sorry, такой страшный Excel. В общем, зато живой, так скажем, настоящий. Правда, мы такое использовали. Мы с ребятами проголосовали, у кого что развито. Вот здесь была прокаченность. То есть, каждый оценил, насколько у него какой-то из этих компонентов биосистемы прокачан. И каждый еще проставлял марочку готовности коммитить. Насколько эта команда готова не только делиться этим инструментом, но и выделить какой-то общий компонент, который будут использовать все, и дальше его прокачивать. Первый пилот, на котором мы сделали, это, конечно, было обучение. Потому что обучение все делают абсолютно, по сути, одно и то же. Но каждый делает по-своему. И вот мы начали, попробовали с обучения. И вот очень классно зашло тот компонент, который очень легко переиспользуется. Дальше мы начали использовать и всякие шаблоны вместе сделать, и остальные вещи. И в целом, хочу сказать, что это, правда, неплохо работает. В целом, у меня все по рассказу. Сейчас перейдем к вашим вопросам. Наверное, только подытожу, что рассказал. Первое. Разные задачи могут решаться разными биосистемами, системами визуализации. Это супер норм. Не надо запихивать все в одно, если оно не лезет. Но только, пожалуйста, следите за качеством этого. Потому что чем больше системы отчетов, тем больше вам нужно процессов. Если у вас большая система отчетности, нет процессов, скорее всего, вы погрязнете в куче отчетов, которые не будут приносить пользы. Мы поняли, что, правда, налаженные комьюнити-связи – это куча экономия времени. Мы почувствовали это особенно сейчас в этих сложных ситуациях. Это нам сэкономило кучу времени. Мы смогли перераспределиться с командой и так далее. Ну и если у вас будет задача соревновать такой вот узкой комьюнити кросс-специалистов внутри, то вот здесь я выделяю шесть, так скажем, пунктов, которые, мне кажется, стоит использовать. Просто можете использовать как чек-лист. Есть допссылки, они будут, я тоже их пришлю, Ксения, думаю, пошарит их в канал. Наверное, у вас у всех тоже еще есть вопрос, что будет дальше. Ну, вы понимаете, что сейчас большинство вендоров ушло из России, и Tableau у нас уже тоже нет. Мы нашу управленческую отчетность тоже принесли на Яндекс.Даталенс. Это был довольно интересный проект. Он большой, про него расскажу отдельно. У нас, кстати, будет в сентябре конференция Яндекс.Скейл, туда тоже можно прийти, и как раз мы с Маркетом расскажем о том, как происходил этот проект переезда. Вот, у меня все. Давайте посмотрим ваши вопросы. Насколько больно было вынуждено переводить селсеры с отчетностью из Tableau в Яндекс.Даталенс? Какой процент отчетности удалось перенести без потери функционала? У нас довольно большой процент именно селсеры с отчетностью на стороне бизнес-пользователей. Он изначально жил в Даталенс, и мы не сильно его переносили. Если говорить, опять же, до того, как мы переезжали. Поэтому как раз такая вот селс-сервис на стороне бизнеса в Tableau у нас вообще не работал. Мы пытались сделать несколько проектов, но Tableau довольно сложная система для селс-сервиса, для бизнеса, потому что создание даже простой таблицы в Tableau не такая тривиальная задача, как, например, в том же самом Даталенде. Поэтому в этом смысле все окей. Скорее даже селс-сервис переехал хорошо и без каких-то проблем. Когда мы переносили как раз управленческую аналитическую отчетность, то да, там пришлось сильно вырезать функционал, потому что он, в общем-то, гораздо пока что более простая система. Так, тут пишут, мне не хватает Excel на три клика. Хотелось бы делать свое расширение, но казалось, что ребята из KFO Analytics его уже сделали. Как рад за вас. Я тут тоже, например, столкнулся с очень интересной системой. Есть такая компания Alibaba. У них есть своя система, которая называется не клик, а Quick BI. И у них есть облачный Excel, который умеет подключаться к своим базам данным. Ну, прикольное решение. Я думаю, что такой average business user будут вполне себе довольны этой историей. А Alib Excel на 2022 год лучший инструмент для регулярной финансовой отчетности или нет? Рассматривать еще какие-то решения, например, Forsyth Visiology. Ну, из таких ребят, кто умеет делать форму строгой отчетности, это Visiology. У них, правда, хорошие выгрузки, которые позволяют создавать прям вот любой Excel, который тебе нужен. И в этом плане у них есть конкурентные преимущества. Но прям отдельно рассматривать, отдельную систему для этого поднимать мы, наверное, не рассматриваем. Есть интересное решение Yellowfin BI. Ну, опять же, это отдельная BI, как чисто для этой задачи, наверное, тоже некий оверкил. Но вот у зарубежных коллег, у них тоже неплохо очень сделаны именно разные форматы. Вот, у них есть и строгая отчетность, и презентация они умеют делать прям внутри BI-системы и так далее. Мы пробовали делать на стороне табло отчетность для топ-менеджеров именно формата презентации. В целом, ну, сработала норм. Пришлось местами там, конечно, сильно покостылить, но такой автоматический дек для презентажки мы тоже сумели собрать. Вот, так, есть ли какой-то ETL-инструмент для Яндекс.Даталэнс? Яндекс.Даталэнс полностью, ну, так скажем, новая ETL-платформа, то есть мы можем туда подключаться только в режиме Live, только в уже готовой таблице. Там есть простая модель данных, то есть можно собрать джойны между таблицами, но это все, что имеет система, и при этом все запросы будут выполняться в Live. То есть если вы сделали джойн внутри Даталэнса, у вас будет каждый раз при открытии дэшборда делаются джоги к вашей базе данных. И тут надо понимать, готова она к этому или нет. Ну, в общем, как сказать, любые инструменты ETL, которые используются для стальной любых вещей, подходят для Deadline, потому что, в общем-то, просто представляется готовая таблица. Внутри самого Яндекса нет. Так. На ком из вашей иерархии аналитиков задачи по принципированию дизайну и иксу? Или на вас, биоэкселленс. Все ребята, кто занимаются именно созданием дэшбордов, то есть биоаналитики, они сами разрабатывают дизайн, прототипируют и делают дэшборды, ну и дизайн. То есть мы не занимаемся прототипированием таким вот прям, прототипированием в фигме и вот это все. Ну, кстати, вот, опять же, там будет предыдущая ссылочка. У нас есть макапы дэшбордов. Это очень удобный инструмент. Это просто в PowerPoint или там в Мира можно перетаскать блоки визуализации и получить такой именно грубый макап. Вот его используем с удовольствием. Но дизайнер там не нужен для этого. А в чем разница между аналитиками данных и биоаналитиками с точки зрения компетенции? Биоаналитики, опять же, тут, смотрите, вот эта вещь с терминологией, это вообще мой самый нелюбимый топик в том смысле, что все все понимают по-разному. Например, в англоязычной среде все-таки биоаналитика – это часто действительно то же самое, что аналитик данных. В России, ну и вообще много где-то за рубежом, биоаналитик – это реально ребята, которые работают с дэшбордами и отчетностью. А если говорить о аналитик данных биоаналитик, то действительно, как я показал на слайде, основная разница в том, что биоаналитики занимаются данными и дэшбордами, аналитики данных занимаются данными, анализом данных и формированием гипотез. Дэшборд используют только как средство показать результат своей работы. Поэтому разница в компетенции такая. Аналитик данных должен уметь в статистику, в модели, очень хорошо уметь, должен впить в питон, в интерпретацию, в формирование гипотез, АБ-тесты. Биоаналитик в моем представлении, который делает дэшборды, и отчетность, он это делать может не делать. Интересно, почему у вас таблошный дэшборд на английском? Среба не так сложилась. У нас международная компания, в которой есть иностранные пользователи. Поэтому, чтобы мы не могли почитать, у нас все на английском. Осталась ли у вас система связанных дэшбордов, альтеры, альтеры, альтеры и так далее, или приступила ли какие-то изменения? Да, саму систему отчетности, именно с точки зрения разных типов отчетов мы поддерживаем. Мне кажется, это хороший концепт. Надо тоже понимать, что она не настолько жесткая. То есть это система, как она у нас проявляется, эта система отчетности. Мы, когда проектируем отчетность для нового подразделения, и, кстати, вот если опять же говорить про чеклист, чеклист к проверке папки, то здесь есть такой, как отчеты, в папке есть баланс по типам отчетов. То есть вот видите, у нас есть этот пункт. То есть у нас есть хотя бы один отчет overview, один self-service и так далее. То есть это скорее некое, ну, то есть не совсем строгое какое-то принятие. Так. Подскажите, как вы работаете с обратной связью от пользователей? Ну, смотря какая обратная связь. У нас есть несколько этапов работы с обратной связью. Первый – это этап обратной связи в виде сбора обратной связи регулярной. Мы раз в портал проводим опрос. Мы рассылаем всем опрос, коллеги проставляют свои оценки и, в общем-то, пишут какие-то комментарии. У нас шкала просто от 1 до 10, и мы смотрим среднее. Мы следим за динамикой этой истории и за динамикой по разным категориям. Там по скорости загрузки, по данным и так далее. А дальше у нас, ну, как бы мы смотрим, стало хуже, лучше. Если стало хуже, то мы это используем для планирования. А вторая работа с обратной связью происходит на формате, ну, там, чатиков и работа с конкретным заказчиком. Там все, мне кажется, более-менее прозрачно. Это обычно все-таки какие-то, ну, как сказать, короче, просто ведение проекта. Ты делаешь макап, приходишь к заказчику, говоришь, посмотри, пожалуйста. Он тебе говорит, вот это, вот это, скорее всего, будет работать плохо. Окей, там делаешь уже продавую версию, показываешь заказчику, заказчик находит баги, тебе приходят и рассказывают о том, что не так. Если есть какой-то конкретный вопрос, могу что-то более подробно рассказать, но в целом более-менее вот такой. Так, какой инструмент есть для дашборда, для закрытого контура? Не до конца поднял вопрос, но в целом там любой почти что инструмент, кроме совсем облачных типов DataLens, можно собрать в закрытом контуре. Если он есть OnPremise, ну, там, табло тоже самое, можно собрать OnPremise вообще без доступа к интернету. А насколько внедряете различные стандарты, например, ABCS? ABCS не внедряем, у нас есть свой Style Guide, и вот его мы внедряем и используем. А ABCS, у меня есть большая статья про него в блоге, это классный стандарт, он очень прикольно структурирует подход к визуализации, но он реально морально устарел с точки зрения дизайна. Вот, поэтому использовать его впрямую я бы не решился. Мне кажется, он слишком... Так, будет ли доставка презентации после выступления? Я могу поделиться, проблем не вижу. Как долго вы приезжали с Tableau на DataLens? У нас была, естественно, ограничитель в виде оканчивающей лицензии, поэтому мы сделали это за 4 месяца. Это было весело. Интересный сценарий про геоаналитику и Atlas. Но я думал, что у Яндекса DataLens гео плюс Яндекс.Метрик и все тоже неплохо. Видимо, все же чего-то не хватает. Не хватает очень простой штуки, не хватает реал-тайма. DataLens тоже не умеет реал-тайм. То есть для реал-тайма используются другие баз данных, используются другие технологии и так далее. С точки зрения именно, опять же, разбивки... Там еще под капотом есть просто гео-хши в Atlas. Это тоже довольно большая сложная штука, которой в DataLens пока нет. Слышал, что DataLens включит облачное решение, но и компания готова делиться своими данными. Есть возможность подключить DataLens к своему ДВХ. Подключить к ДВХ своему можно, если у вашего ДВХ будут про... То есть он останется облачным, но вам нужно просто разрешить нашим IP-шникам ходить к вам в базу данных. То есть у вас не получится полностью закрытый контур, у вас должен быть доступ в интернет, и чтобы через ваш фаербол пропускал наши запросы от DataLens. Так, Ксения, для меня остались там еще много вопросов. Если вдруг время настало, то я это еще есть, то я еще к отвечаю. Я думаю, еще есть время. Окей, тайф. Так, аналитики данных в процессе разработки моделей визуализируют в Петоне, а в BI только конечный результат. Ну, в целом, да. Ну, опять же, какая проблема? Аналитики данных очень часто идут на поводу бизнес-пользователей и делают на каждый мини-проект, на все, что угодно, дешборд. И это такая особенность, которая, не знаю, откуда появляется. Ну, бизнес-заказчику, например, ему неудобно пользоваться какой-то Юпитер-ноутбуком и так далее. И он вроде как хочет сам что-то пощупать. Поэтому часто ребята действительно делают дешборд почти что на любое исследование, на любое что-то. Мне кажется, это вот не очень правильный всего подход. Поэтому, естественно, большая часть визуализации исследовательской каких-то расчетов приходится в Петоне, в Юпитер-ноутбуках, а в BI обычно действительно уходит какой-то конечный результат либо уже какая-то операционная штука про проект. Так, вы упомянули словарь без метрик. Скажите, пожалуйста, как вы актуализируете и поддерживаете даталайны? Из каких источников какие-то собираются, в каких дешбордах используются? Это больная тема. Мы сейчас внедрили аэлэйшен для этого дела. И весь словарь метрик, бизнес-глоссарий и провязки с исходными таблицами будем вести через него. Соответственно, лайнэдж там осуществляется тоже на стороне пока что базы данных и телепроцедур. А, к сожалению, пока что лайнэджа такого конечного с дешбордами нет. Мы это делали в табло, разбирая xml-логи и, ну, то есть, как бы парси SQL, которые там формируются или какие-то таблицы там подключаются и дальше простравляют лайнэдж с нашими телепроцедурами, но это скорее разовая была история. Вот. Короче, честный ответ пока никак, но очень тоже хотим. Реально ли кто-то смотрит на общие мониторы или, кажется, сотрудник смотрит на метрики на своем компьютере? Есть вот такой класс отчетов, вот именно реал-тайм мониторинга и всякого такого, которые реально смотрят все на мониторах, потому что это очень удобно. И даже отчеты формата overview тоже очень удобно иметь на мониторах, потому что ну, вот у нас висит наш отчет по нашей системе, и это суперудобно. Ты просто приходишь с утра такой, типа, о, ну, вроде все норм. Как бы в этом смысле, мне кажется, это такое как залезание в область внимания человека такое бесплатное немножко, поэтому, да, реально используют это прям очень много. Так, вы упомянули о том, что важно подходить к частоте применения дашборда и система отчетности взвешена, так что процессовая отчетность не соответствует сутью процесса. Есть ли в Яндексе какие-либо механизмы измерения, когда дашборд нужен, в каких ситуациях нет необходимости и так далее. Слушайте, ну, вопрос хороший, к сожалению, ответ будет такой, типа, опять, из серии капитана очевидности и депенс. Решается это в основном во время самого работы с дашбордом. У меня есть такая фраза, что лучший дашборд тот дашборд, который у него существует. Поэтому, когда я прихожу в бизнес-заказчик и спрашиваю, что тебе нужно? Он говорит, рассказывает, я говорю, тебе точно нужен дашборд. И мы с ним дальше обсуждаем, почему это так или не так. Здесь недавно Саша Бараков выпустил гайд по проведению проектов, вот, предпочтение сообщения сейчас в канале, там очень подробно и классно это описано, и там философски начинается проект с минус седьмого шага. И только в шаге ноль там есть точка принятия решения о том, делаем мы дашборд или нет. Мы прям формально так этому не подходим, но вопрос у меня такой всегда с заказчиком есть, как бы, а что будет, если этого дашборда не будет существовать? Что ты будешь делать? Как ты будешь работать? И так далее. Самый чистый кейс, когда дашборд не нужен, это когда идет речь про лертинг и вот это все. То есть часто люди, им не нужен дашборд, им нужно сообщение о том, что у тебя что-то пошло не так. И в этом случае вот классно сделать либо дашборд, который висит на стене, либо то, что тебе присылает в случае проблем что-то в мессенджер. Как продать бизнесу необходимость даты лайнедж? Есть ли идеи? Как найти спонсор на три компании? Ну, наверное, прям, давайте так, как только бизнес столкнется с тем, что у него в разных, в разных отчетах по-разному считается одна и та же метрика и спросит, а почему это так? Вы ему ответите, чтобы разобраться, почему это так, мне нужно, не знаю, два человека дня аналитика, и тебе это будет стоить вот столько-то денег. Он скажет, о, почему вы не можете сказать за пять секунд? Потому что у нас нет дата лайнеджа. А если был бы дата лайнедж, вы могли бы кликнуть на два места и понять, почему эти расхождения есть. Ну, в общем, не знаю, как еще по-другому хорошо привести. Кажется, что надо искать кейсы, когда это приводит к каким-то проблемам, либо денежным потерям, либо потерям времени, и их формировать в какой-то набор таких буклогов. Что мы у себя, например, пытались сделать? Не могу сказать, что это сработало идеально, но, например, мы хотели собрать количество запросов от бизнес-пользователей к нашим аналитикам по либо каким-то выгрузкам, либо как раз по таким запросам, как считается, эта метрика. И просто мы завели табличку, в которую все команды записывали, что у них, к чему пришел. Ну, то есть, пришел к тебе бизнес-заказчик такой, а как считается, не знаю, у нас здесь паржа. И ты записал в эту табличку и так далее. И вот мы смотрели, сколько в этой табличке появится строчек за полгода и смотрели, как часто спрашивают вопросы именно о метриках и так далее. Вот. Окей, кайф. У нас закончились вопросы. Вам спасибо, что пришли, так скажем, в рабочее время довольно много слушателей. Рад был вам рассказать, что рассказал. Спасибо. На связи. Роман, спасибо большое вам за доклад, за ваше время, за то, что нашли его и пришли к нам. И очень классный доклад, запоминающийся яркой подачи. И очень много вопросов, тема живая. Мы будем собирать одну большую рассылку с полезными материалами. Все, чем вы поделитесь, презентация ваша, какие-то ресурсы, ссылки, видео, все туда включим и разошлем и так же транслируем в канал. Вот. Так что спасибо, приходите к нам еще. И с вашим разрешением еще поделюсь, чтобы, если вдруг еще у кого-то возникнут вопросы, вам могли написать. Да, запишите. Хорошо. Вот, есть телеграмма. Спасибо.